Главное событие уходящего года в стенах Северо-Западного Государственного Медицинского Университета имени Мечникова. Внутривузовская Олимпиада по хирургии имени Сазон Ярошевича. Организатор – кафедра оперативной и клинической хирургии стопографической анатомии имени Семьбирцева, где и состоялась восьмая по счету Олимпиада. Борьба будет честной. Борьба за ваши достижения. И победителем будет тот, кто не только, конечно, не лучшим образом себя проявит в каких-то хирургических техниках и навыках, но, безусловно, это и часть вашего стремления для вхождения в будущую профессию. Соревнования направлены не только на победу, не только на демонстрацию силы, ваших навыков, но и позволяет вам сформулировать личностные цели и достигать их в будущем. На торжественной церемонии открытия конкурсантов поздравили профессорско-преподавательский состав и гости из Сеченовского университета, студенты которого также включились в борьбу за первое место. В рамках Олимпиады открыли научно-практическую школу для иностранных обучающихся. Я из Малайзии, учусь в Сеченовском университете. На этих соревнованиях для меня интересны люди, студенты, преподаватели и история этого вуза. Я рада, что приехала сюда на эту Олимпиаду и встретилась с этими замечательными людьми. Участники Олимпиады – лучшие студенты хирургических кафедр, члены кружков студенческого научного общества. Внутривузовский конкурс позволяет ребятам раскрепоститься и показать все, на что они способны, а также побороться за место в основном составе хирургической сборной университета. Самое важное – получить огромный опыт, пообщаться с старшими коллегами, наставниками, оценить, на что я способна, и для того, чтобы продвинуться дальше в своих каких-то хирургических навыках. Саморазвитие. Нужно практиковать, участвовать, хороший опыт, нужно общаться с другими иностранцами здесь, на территории Российской Федерации. И межвузовские отношения развиваем. Среди конкурсных заданий – теоретические вопросы и демонстрация практических навыков из различных областей хирургии. Среди членов жюри – выпускники СЗГМУ. Еще недавно они сами проходили эти испытания. Организация, участие в Олимпиаде связано с большим количеством стресса. Как бы ни казалось, что это все детские игры, это не детские игры. Люди переживают, и в итоге, я считаю, каждый должен получить, вне зависимости от занятого места, какую-то свою чуточку эйфории в конце. Развивать свои мануальные навыки, подковывать все теоретически, потому что это очень огромный задел на будущее в качестве ординатора. Помогало мне это очень хорошо, выбрать свою специальность в будущем. Когда ты уже переходишь в практику врача, ты понимаешь, что когда сталкиваешься со сложными случаями, невозможно одному решить этот вопрос. Нужное мнение старших коллег, и нужна и поддержка, поэтому умение работать в команде – это очень важно. Студенческая Олимпиада по хирургии объединяет людей, для которых оперативное вмешательство – это еще и пространство для творчества. Впервые были представлены задания по направлениям УЗИ в гинекологии, офтальмология и патогистология. Первое – это практический навык, который ты набираешь, а второе – это знакомство с людьми, это новые коллеги, и ты теснее со своей командой, с которой выступаешь в нашей сборной, вы более дружной становитесь, и это поддает силу и на будущее. Мы здесь делаем достаточно операций, которые реально в жизни, и чем больше мы будем и чаще делать эти операции на манекенах, на нео каких-то органах, тем меньше мы сможем делать ошибок в своей уже врачебной практике. Кафедре оперативной и клинической хирургии стопографической анатомии имени Сембирцева больше 100 лет, и сегодня она располагает всеми необходимыми силами и средствами для подготовки специалистов хирургического профиля. С курса 2-го, 3-го уже надо посещать данную кафедру, обучаться всем этим хирургическим навыкам, потому что потом будет намного легче. Потом тебя не будут винить, что у тебя стежок не дотянут, шов некрасивый. Тобой, в общем, будут довольны в ординатуре. После Олимпиад, когда проходишь одну за другой и приходишь уже как-то во взрослую жизнь, когда становишься клиническим ординатором, уже нет такого тремора студенческого, как был раньше. Ну и, конечно, есть колоссальное преимущество перед своими одногруппниками в мануальных навыках. Это прям чувствуется. В общекомандном зачете первое место заняла команда кафедры госпитальной хирургии имени Опеля. Второе место у кафедры оперативной и клинической хирургии стопографической анатомии имени Сембирцева. И третье у команды кафедры общей хирургии. Продолжение следует...